Ура каникулы! В открытии летнего сезона в юно-армейце «Лесной сказки» заглянем и на турслет. Событий в сфере образования немало, теперь обо всем поподробней. Аплодисменты! И снова звенит звонок, но на урок он не зовет. Для кого-то эта школьная линейка – завершение лишь стремительно пролетевшего учебного года. Но для выпускников она означает начало нового жизненного этапа. Сегодня для вас еще вчерашний первоклассник последний звонок. Я хотел обратиться к преподавателям и сказать слова благодарности за тот вклад, который вы делаете в развитие системы образования, за то, что вы в сегодняшних выпускников вкладывали свой опыт, знания, ум, за то, что вы воспринимали стать настоящими людьми. Это волнительный день для выпускников и для их родителей, и, конечно, для учителей. Все эти годы они передавали знания своим мальчишкам и девчонкам, вкладывая частичку души в такое большое дело. Они ко мне пришли в шестом классе, маленькие, конечно, несмышленые были. Много прошло вместе у нас с ними мероприятий, дел всевозможных. Мы, конечно, за это время стали родственниками. В этом году Щелковская школа номер 16 выпускает два профильных класса с физико-математическим уклоном и социально-экономическим. Остается совсем немного преодолеть волнение перед экзаменами, которым так долго и упорно готовились, сдать ЕГЭ как можно лучше. И с профессиями ребята уже определились. Кто-то станет врачом, кто-то инженером, кто-то актером или режиссером. А вот Сергей выбрал спорт. Сегодня он уже в составе российской сборной. Я занимаюсь спортивно-бальными танцами, ставил цели и пытался их добиваться. Было сложно, приходилось уроки ночами учить, но как-то справлялся. В этом году в городском округе Щелково более 931 классников заканчивают обучение. 9-ти классников более 1900. Некоторые из них также покинут стен родной школы, продолжат обучение в колледжах. Но школьные годы навсегда останутся в памяти, ведь они чудесные. Выпускной. Такой торжественный и яркий праздник. Этюды и сонаты сыграны, диктант по сольфеджио написан, сданы и другие экзамены. Конец учебного года, впереди лето, но почему-то сегодня и немного грустно. Наверное, самое трудное – говорить «до свидания» преподавателям, людям, которые из урока в урок год за годом открывали удивительный мир искусства. Да, за несколько лет обучения для всех этих ребят, 96-ти выпускников школы искусств имени Розума, учреждение стало неотъемлемой частью жизни. Просто с нуля научились рисовать. Большое спасибо нашему преподавателю. Собираюсь поступать в архитектурный колледж. И так вот дальше пойду на дизайнер архитектора. У нас очень дружный коллектив. Мы все стали как одной семьей. Потому что нас немного, ну и поэтому, мне кажется, мы стали очень дружными. Вот. Думаю, мы будем общаться, конечно же, после выпуска. В публичных местах, на сцене чувствую себя более раскованно, благодаря тому, что много выступал и приобрел много хороших качеств. Они учились и старались. И вот момент, которого все так долго ждали. Он не менее волнителен и для педагогов, и для родителей, выпускников, которые все эти годы поддерживали своих детей в их начинаниях, будь то школьный концерт или же серьезный конкурс. Они всегда сопровождали юных дарований, переживали вместе с ними и радовались успехом. Ребята талантливые, много призеров. Детки наши участвуют в большом количестве мероприятий. Много конкурсов. Конкурсы, начиная от школьного уровня до международного. Совершенно недавно у нас коллектив «Волна» наш образцовый привез из Минска 8 первых мест и гран-при. Музыканты, танцоры, художники, операторы и звукорежиссеры, выпускники нескольких отделений школы искусств сегодня получили свои дипломы на сцене районного культурного комплекса. Примечательно и то, что 48 из них – отличники. В торжественной обстановке поздравили и виновников торжества, и их преподавателей. Ну и, конечно, лучший подарок – это творчество. Программа вечера была наполнена яркими номерами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Лето на дворе. А это значит, что самое время для активного отдыха. Так лагерь «Юнармеец» открывает свою первую летнюю смену. Один из лучших лагерей Подмосковья вновь распахнул свои двери. И даже погода в этот день порадовала ярким, по-настоящему летним солнцем. С открытием сезона ребята коллектив «Юнармееца» поздравили почетные гости. Наступили долгожданные летние каникулы и долгожданное для вас лето. Я надеюсь, что погода в течение смены будет хорошей. Вы сможете оздоровиться, познакомиться друг с другом. Школа осталась на три месяца позади. Я хочу вам пожелать, конечно же, хорошего времяпрепровождения. Сильно не хулиганьте. Мы хотим, чтобы это лето стало для вас маленькой жизнью. Чтобы вы обязательно были здоровы. Отдыхать здесь здорово. Находить новых друзей здесь можно. И самое главное, что отсюда вы везете заряд оптимизма, бодрости, хорошего настроения и здоровья. Уже придуманы названия отрядов и девизы «К отдыху» они готовы. За первую смену в лагере отдохнут порядка 340 мальчишек и девчонок как из нашего городского округа, так и из соседних муниципалитетов и столицы. На построение в день открытия выстраиваются отряды. Всего их 11. Многие из ребят далеко не в первый раз юнармейцы. Признаются, сюда хочется возвращаться снова и снова. Тут уютно, весело, тут все делается для детей и хорошая компания. Божатые, добрые, они нас понимают. Вообще, что ждете от этой смены? Ну, веселья. Всего самого хорошего. Да. И хорошего настроения. Новые эмоции, впечатления. Ну, как всегда, все хорошо будет. Впереди у всех этих мальчишек и девчонок несколько недель активного отдыха. Тематика же смены гражданско-патриотическая. И ребят ожидает интересная программа, наполненная различными конкурсами, встречами и мероприятиями. Субтитры создавал DimaTorzok Заменены все коммуникации, появились новые пешеходные дорожки, а также лагерное кострище. Своими силами, силами подрядных организаций, а их было семь, мы готовили эту площадку для приема детей. Нам очень радостно, что дети довольны, мы довольны, коллектив. Все будет хорошо. И вот оно, долгожданное открытие. Первая смена в лагере. Все ребята, прибывшие сюда, ждали этого момента с нетерпением. Мы очень рады, что лагерь «Лесная сказка» наполнился вами, вашим смехом, вашим задором. Я желаю вам от руководства нашего городского округа, конечно же, чтобы смена была у вас веселой, насыщенной на эмоции. Конечно же, вам здоровья всем, но всем нам сделать так, чтобы вы не почувствовали никаких абсолютно проблем, чтобы здесь 21 день был только отдых, смех и веселье. Хорошей погоды, хорошего настроения, и пусть ваш отдых будет на отлично. В лагере «Лесная сказка». Он меняется и преображается, сохраняя неизменную ту атмосферу, заставляющую вновь и вновь сюда возвращаться. В первой смене отдыхает более 150 школьников, и новичков здесь гораздо меньше, чем те, кто снова вернулся в леснуху, как лагерь сейчас называют, для того, чтобы провести время с пользой. Таких ребят без малого сто, и это только в первой смене, которая, к слову, патриотическая, а это значит, что школьников ожидает немало интересных мероприятий, встреч, конкурсов и соревнований. Ну, мы же все танцуем. Да, мы танцуем. Мы репетировали. Мы, в общем, вместо тихого часа заплетали косички. Да. Каждый год на три смены ездили. Мне тут нравится. «Лесная сказка» лучшей моей. Впереди три недели отдыха в любимом лагере. Одно известно наверняка, яркие эмоции ребятам обеспечены. Дарить их отдыхающим также добрая традиция лесной сказки. Всего же этим летом в нашем городском округе работают два муниципальных лагеря, а также 20 лагерей с дневным пребыванием. Так что сезон открыт, пора наслаждаться летом во всей его красе. И вновь турслет, и вновь команды выстраиваются на построение. На этот раз туристический слет проходит в лес деревни Коблуково. Здесь собрались более 350 участников, команды школьников с 5 по 8 классов городского округа Щелково, а также гости из соседних звездного городка и поселка Свердловский. Молниеносно пробежал очередной учебный год. Вы в течение года, многие из вас занимались системой дополнительного образования по туризму. Многие показывали уже свои результаты. Сегодня приехали показывать их вновь. И мне очень приятно видеть людей, которые здесь постоянно. Мне очень приятно видеть новые лица. И самое главное, каждый раз желать практически одно и то же. Ребята, здесь нет проигравших, здесь есть только победители. Среди участников, конечно, есть и новички, но опытных туристов тоже немало. И они всегда готовы дать совет товарищу. Илья, например, занимается туризмом уже два года в школе, где учится. Признается, это занятие не для слабых. Туризм вообще создан не для пугливых людей. Чтобы находиться, быть туристом, надо проявлять смелый характер. Как признаются сами участники слета, одно из самых сложных заданий – это в самом начале разбить лагерь. Свои коррективы вносит и погода. Когда дождись, меняет солнце. Самый сложный вид слета – это туристский быт. Организация туристского быта. Очень много нюансов. Дети очень волнуются, чтобы справиться именно с этим. Но этих ребят не напугать ни погодой, ни сложными заданиями. Стоит отметить, организатор слета «Центр Романтик» подготовил для них весьма насыщенную программу. В течение нескольких дней команды будут проходить дистанции. Самая длинная – порядка пяти километров. В программе веревочный курс, ориентирование и задание на определение растений на маршруте, где явно пригодятся знания в области ботаники. Команда, которая покажет наилучший результат, получит главный трофей. Но одно точно – этот слет подарит море ярких впечатлений всем его участникам. Впрочем, как и всегда. Более 20 лет назад семья Мелани уехала в Германию, где продолжает жить. Нашим ребятам в скором времени выпадет возможность отправиться в Германию. А позже они поделятся своими впечатлениями. Детский сад номер 32 «Росинка» в Щелковой 7 вошел в программу восстановления инфраструктуры военных городков, инициатором которой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В саду протекала кровля, чувствовался запах канализации. За лето в «Росинке» заменят инженерные коммуникации, кровлю, поменяют внутреннюю отделку. Даже серый кирпич на фасаде заменят на красочное оформление. Чтобы учреждение отвечало современным стандартам безопасности и комфорта пребывания детей. Работы ведутся по индивидуальному дизайн-проекту. Ход капремонта осмотрел исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Сергей Горелов и заместитель главы администрации по социальным вопросам Юрий Родионов. Отдельное внимание уделили системам жизнеобеспечения, вентиляции и пожарным выходам. Детский сад посещает 180 малышей. На время ремонта их распределили по другим дошкольным учреждениям. Заведущий садом ведет на площадке ежедневный контроль. Вернуться в «Росинку» дети должны в этом году. Ежедневный контроль. Я прихожу, осматриваю, как идем по графику, в соответствии с графиком, несоответствии с графиком. И сотрудничаем с подрядной организацией, естественно. Это комплексный капитальный ремонт с заменой всех инженерных коммуникаций, с заменой отделки, с заменой кровельных покрытий, с обустройством доступной среды для маломобильных групп населения. Строки сами себе ставим сроки сжатые. В другом детском саду «Родничок» на Пионерской улице в Щелкове после капремонта откроется ясельная группа. А пока здесь идет капитальный ремонт. Подрядная организация перестраивает кровлю, пожарные выходы. Старый – слишком узкий. Укрепляет деревянные перекрытия, меняет все изношенные инженерные системы. Ремонт ведется за счет другой региональной программы – образования Подмосковья. Предстоит выполнить большой объем работы, но результат стоит того. Детский сад станет более комфортным, чтобы родители водили детей в дошкольные учреждения с удовольствием. Появляется дополнительная группа для малышей с двух до трех лет. Так как групповые помещения у нас очень большие, они соответствуют всем нормам. Мы имеем возможность тематически оформить углы. То есть у нас в двух группах будут оформлены тематические углы – музыкального воспитания и физического воспитания. По срокам подрядчики находятся в графике. На 19-м саду даже немного с опережением идут. Опасений нет на сегодняшний день. Надеемся, что в указанные сроки, а это ноябрь 2019 года, все работы будут завершены, и дети смогут въехать уже в обновленное помещение своих детских садов. И, как обещают строители, это правда будет, ну, скажем так, здание сказка. Праздник, посвященный Дню России, проходит в детском саду номер 59 «Золотая рыбка». Здесь ребятам начинают рассказывать о истории и культуре нашей Родины самых юных лет. И сегодня они вместе с воспитателями подготовили концертную программу. В учреждении большое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводят различные акции и мероприятия, и День России – один из таких праздников. Несмотря на столь юный возраст, ребята уже выучили наизусть слова гимна России и знают немало о государственном флаге. Воспитанникам «Золотой рыбки» известно, каждый цвет триколора имеет свое значение, как и изображение на гербе страны. А главное, что все это основные символы нашего государства – многонациональной страны с богатой историей и культурой. Такие праздники мы пытаемся проводить регулярно, для того, чтобы дети знали, знали историю нашего края, в условиях многонациональной России, в условиях богатой этнокультурной традиции нашей. Настало время для творчества. Это значит, что в эфире рубрика «Своими руками». За творческими идеями отправляемся в 16-й детский сад. Попав сюда, понимаешь, таких идей у педагогов и ребят множество, и они сразу же стараются воплотить задумки в реальность. В детском саду номер 16 «Солнышко» есть своя прекрасная изостудия, где ребята создают различные предметы прикладного искусства. Здесь же у них проходят мастер-классы и различные занятия. Это изостудия – настоящий музей. Оформлена она как русская изба, и здесь же красуется созданное ребятами изделие. Так и сегодня музей пополнится новыми экспонатами, созданными руками воспитанников «Солнышко». Тема занятия – шерстяная акварель. Интересно, не правда ли? Сегодня в этой технике создадим картину, на которой будут изображены цветы. Ребята с этой техникой уже знакомы. С ней их познакомил и талантливый педагог, преподаватель из-за деятельности Галина Степанькова. Увидели картинку и подумали, почему бы нет, почему не поработать вместе с детьми. Это доступно не только взрослому. Оно кажется, что так вроде бы так сложно, но процесс себя, конечно, оправдывает. Ну и теперь про сам процесс создания вот таких замечательных картин. Понадобится заготовка, картон с растянутым фоном и с шерстью, соответствующий размеру рамки. Ножницы, нити для стебля, шерсть для оформления лепестков и листьев будущего цветка и усики-тычинки. Их можно приобрести отдельно, а можно просто отрезать от старых искусственных цветов. Теперь по порядку выкладываем нити, стебли наших цветов, сформированные лепестки, оформим цветы середине, затем листья. Главное, чтобы все четко помещалось на фоне. И вот наша картина практически готова. Остается только аккуратно вставить ее в рамку со стеклом. Эта подделка станет прекрасным украшением или же подарком. Сделать такую картину можно всей семьей, процесс уж очень увлекательный. И главное, своими руками. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Бальет и программа «Открытый урок». Наслаждайтесь летом. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...